Здравствуйте! На Архей ТВ новости в студии Анна Симакони. Представитель Демократической партии Молдовы подал в ЦИК жалобу на председателя партии платформа «Достоинство и правда» Андрея Анастасия за нарушение избирательного законодательства. Демократы ссылаются на опубликованное видеообращение, в котором кандидат блока АКУМ, по мнению представителя ДПМ, призывает граждан голосовать в день выборов. Корреспондент Архей ТВ решил связаться с Анастасией по телефону, однако он попросил перезвонить ему позже. И вынести в его отношении наказание в соответствии с одной из статей избирательного кодекса. В качестве аргумента авторы обращения в ЦИК привели пример, где напомнили, что выборы мэра Кишинева в июне 2018 года были аннулированы из-за подобного призыва. Тогда суд квалифицировал подобное видеообращение как предвыборную агитацию в запрещенный период. После этого парламент отменил день тишины и установил, что агитацию можно проводить и в день выборов включительно. Соединенные Штаты призывают молдавские власти предпринять все необходимые шаги для обеспечения свободного и справедливого избирательного процесса и прозрачного результата, который отражает волю молдавских избирателей. Американский запрос был опубликован на официальном сайте Государственного департамента США. Госдепартамент США призывает власти Кишинева следовать рекомендациям Бюро по демократическим институтам и правам человека. Местные и национальные власти должны обеспечить кандидатам доступ к регистрации для участия в выборах. Избирательная кампания должна проходить без преследований и применения физической силы, говорится в запросе. Американские власти также подчеркивают, что всем кандидатам должен быть обеспечен равный доступ к средствам массовой информации. СМИ должны достоверно, объективно и сбалансированно освещать избирательные действия кандидатов в соответствии с законодательством. Также Госдеп надеется, что цель всех партий и кандидатов одна и та же – обеспечить процветающее и демократическое будущее Молдове и ее гражданам. Власти США уверяют, что продолжат помогать молдавскому народу в достижении этой цели. По информации Государственной таможенной службы с 1 января 2019 года, то есть с момента вступления в силу запрета на транзит ряда молдавских товаров через Украину в Россию, было зарегистрировано уже два случая возврата продукции национальных производителей. Напомним, президент Игорь Дадон пообещал урегулировать вопрос, а лидер политической партии Шор Илон Шор назвал действия главы государства пиар-акции на проблемах отечественных производителей. Ранее Государственная таможенная служба проинформировала экспортеров и таможенных брокеров о том, что посольство Украины в Молдове направило официальное письмо о введенном Россией запрете. И вот он уже в действии. Под запрет попало две партии отечественной продукции. Как сообщалось ранее, запрет коснется прежде всего таких категорий товаров, как винодельческая и консервная продукция. А это как раз товары, для которых российский рынок является приоритетным. Напомним, ранее президент Молдовы заявил, что взял под личный контроль урегулирование проблемы транзита молдавских товаров через территорию Украины в Россию, пообещав, что ее решение будет найдено в ближайшее время. В ходе пресс-конференции, проходившей на прошлой неделе, председатель партии Шор Илан Шор поставил под сомнение бескорыстность заявлений главы государства и назвал их не более чем пиар-акцией накануне парламентских выборов, которая ввела в заблуждение национальных производителей. Мы все с вами знаем и понимаем, какие унижения и потери финансовые были вынуждены понести наши экономические агенты с республики Молдова, пытаясь завести товар в Российскую Федерацию. К сожалению, реакция президента Дадона последовала только через две недели после наступившей ситуации. Мы не исключаем, что это искусственно созданная проблема, потому что, вы знаете, как в 90-х для того, чтобы проблему решить, ее надо сначала создать. Добавим, что реакции по поводу заявлений, сделанных председателем партии Шор от главы государства, до сих пор не последовало. В ходе пресс-конференции Илон Шор также рассказал о том, что в адрес политической партии Шор поступило коллективное обращение 10 крупных производителей винодельческой продукции с просьбой помочь в решении ситуации, в которой национальные производители вынуждены нести убытки. Все письма экспортеров при содействии Союза русских общин было решено направить в адрес правительства Российской Федерации. С этой же целью был начат сбор подписей у работников предприятий, связанных с экспортом в Российскую Федерацию, рискующих потерять работу. 37 единиц нового, удобного и современного общественного транспорта радуют жителей Аргеева. По решению муниципального совета в часы пик пассажиры пользуются маршрутками бесплатно. Чтобы убедиться, что в работе общественного транспорта Аргеева всё в порядке, исполняющая обязанности примара муниципия Диана Мемец лично проводит ежедневные проверки. Мы проводим проверки каждый день, чтобы понимать, какие есть недоработки. Понятно, что любой новый проект требует особого внимания, чтобы урегулировать даже самые мелкие неполадки. Поэтому мы стараемся ежедневно выявлять проблемы и как можно скорее их решать. Для нас важно мнение пассажиров, водителей, поведение водителей на рабочем месте, в каком состоянии автомобиля, соблюдается ли частота, скоростной режим и, конечно, расписание, по которому работают маршруты. Жители Аргеева рады, что новый городской транспорт в час пик абсолютно бесплатный для всех. Что вы думаете о новом транспорте в Аргееве? Очень, очень удобно. Утром не плачу за проезд, когда еду на работу. На дорогу вместо шести лей трачу только три лея. Это хорошая экономия для пенсионеров. Добавить пару банов и можно купить буханку хлеба. Мы очень благодарны. В транспорте тепло и всегда приезжает вовремя. По словам исполняющей обязанности примара Аргеева Дианы Мемец, члены муниципального совета вскоре обсудят и одобрят решение, согласно которому жители муниципия будут ездить бесплатно утром в часы пик не два часа, а три. В настоящее время общественный транспорт в Аргееве бесплатен с 7 до 9 утра и с 5 до 7 вечера. Водитель, который накануне попал в ДТП на трассе Аргеев-Резина, находится в тяжелом состоянии в больнице муниципия. Пострадавшего прооперировали, у него травма живота, были повреждены внутренние органы, печень, селезенка и не только. Врачи говорят, пациент хоть и в коме, но его состояние стабильное. В результате аварии заведено уголовное дело. Как только будут известны результаты медэкспертизы лиц участников ДТП, решать давать ли делу ход. На одной из центральных улиц Кишинева провалился асфальт. Дорожное полотно обрушилось на пересечении улиц Сватул-Цери и Щусева. Это обрушение уже сравнивают с самым настоящим кратером. Очевидцы тут же запечатлели произошедшее на фото. На месте работает полиция. Ну а участникам дорожного движения следует быть осторожнее, находясь в этом районе. К слову, интенсивным движением на перекрестке бывает только в часы пик. К сожалению, подобные случаи не редкость на достоличных дорогах. Накануне канализационный люк на Кишиневском бульваре Негруцы, который закрыли всего несколько дней назад, вновь оказался открытым. Январьский снегопад. Самые обычные зимние осадки, как всегда, стали сложнейшей проблемой для кишиневских властей. Подключили даже армию. С ее помощью расчистили центральные улицы столицы. А вот тротуары и внутридворовые территории утопают в снегу до сих пор. Это спустя почти неделю после непогоды. Исчезнет снежное покрытие, как уже повелось, лишь с наступлением потеплений, постепенно превращаясь в ручьи грязи. Раскопки засыпанных снегом – дело рук самих засыпанных снегом. Фото и видео с таким лейтмотивом заполонило социальные сети жителей Молдовы. Вот кто-то оставил бампер на парковке. Похоже, деталь оторвала затвердевшим мокрым снегом. Некоторые умудренные опытом кишиневцы на коммунальщиков и не рассчитывали. К примеру, находчивый водитель приделал к микроавтобусу щит и не стал дожидаться спецтехнику. В соцсетях быстро набрал популярность видеоролик. Кишиневцы поклоняются долгожданной снегоуборочной машине, как чудо. Примария отчиталась, на борьбу со снегом брошены все силы. И это правда. Вот с наледью борется неизвестный, вооруженный всего лишь отверткой. А вот, видимо, и вовсе секретное оружие столичных коммунальщиков – ударная сила, проверенная временем средства. Но бабушек, отчаянно сражающихся за порядок, на весь город не хватает. Наледь остается и на проезжей части. Песка не видно. Скользкая дорога стала причиной вот такой аварии. А еще десятков травм прохожих. Но самое главное – даже спустя неделю после снегопада тротуары остаются непроходимыми. Вот так у нас Кишиневы берены, мамочки с детьми мучаются. Да, и объехать не можешь по встречке. Вот похожая ситуация. Видно, что тротуары засыпаны снегом. В результате люди оказываются на проезжей части. Справедливости ради отметим, что иногда и сами жители мешают коммунальщикам. Мест для парковки на заснеженных улицах стало совсем мало. И автомобилисты оставляют машины, где придется. Вот как выглядит маленькая месть дворника. Она получила полную поддержку местных жителей. Онлайн-пользователей полностью поддерживают в офлайне, то есть на улицах города. Плохие дороги, очень много ям. Из-за снега стало еще труднее передвигаться. Над головами прохожих много сосулек. Хотя премария требовала срочно от них избавиться, проблема остается. Так же, как и с тротуарами. Можно ноги поломать. Так работает премария. Ну, так правильно, уже столько прошло. После того, что можно потихоньку убрать. Но настоящие испытания выпадают на долю молодых мам, которые пытаются с колясками пробиться сквозь снежно-грязевую кашу. Поликлинику записаны, приходится. А дороги как, не стали проблемой? Ой, ужас. Иногда приходится столько усилий прилагать. В этом году почему-то вообще не чистят. Не работают вообще, вот пройти нельзя, сами видите. Так что, бардак. Потому что не хотят. Что сегодня это? Это всю жизнь так. Потому что у нас какая власть. Я не видела ни одной машины, которая выбирала мусор. Тяжело добираться. Если это еще сильнее начнет таять, то вообще нереально просто. У меня такое ощущение, что Молдова была не готова к зиме. Как будто первый раз зима. На самом деле снег вывозится, заявили в премарии. Этим занимаются три грузовичка на весь город. Сейчас во дворах работают 26 тракторов. Около 300 человек задействованы в расчистке тротуаров. Три грузовика вывозят снег в разных микрорайонах города. Такая ситуация повторяется из года в год. И это в Кишиневе, самом богатом городе Молдовы. Для сравнения, в Аргееве, с центральных и второстепенных улиц, снег убрали и вывезли еще в пятницу. То есть тогда, когда он выпал. Вывозим снег три года подряд с центральных улиц города Аргеева. Представьте себе, если оставляем это количество снега в городе, представьте себе, какое количество воды при расстаивании было бы в городе. А так уменьшается количество воды при расстаивании. Все это еще раз подтверждает простую истину. Возможно, все, когда есть желание. В то время как в Аргееве уже устанавливают тротуары с подогревом, чтобы они не замерзали и не скользили. В Кишиневе не удосуживаются даже их очистить от снега. В Архиелленде волшебство продолжается. И взрослые, и дети могут развлечься на самой большой рождественской ярмарке страны совершенно бесплатно. Ну а еще одним подарком для гостей Архиелленда стала новая программа цирка Торьеда. В обновленном шоу «Впервые в Молдове» представлены оригинальные акробатические номера. Напомним, на бесплатную поездку в Архиелленд можно записаться в любом социальном магазине страны. Очень красивое представление. Шоу понравилось всем. Нам очень приятно, что у детей есть возможность увидеть такие красивые выступления. Очень понравился фокус с голубями. И понравилось, когда клоун Мики пригласил из зала девочку и мальчика и надел на них шляпы. Мне больше всего понравились номера с акробатами. Музыка. 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 Накануне в Аргееве, как и во всей Молдове, отметили сразу два праздника. День национальной культуры и 169 лет со дня рождения Михаи Менестку. Творческие коллективы Аргеева отметили праздник, как и положено, на сцене. На сцене Дома культуры Аргеева представители разных поколений. Однако каждый, независимо от возраста, по-своему рассказывает зрителю о празднике. Звонким голосом, стуком каблучков по сцене, динамичной игрой на музыкальном инструменте. Музыка. Несет искусство в массы и юная Виктория. В ансамбле Ватры из коммуны Слободзея до Амни поет всего год. И несмотря на столь малый срок, а Ватры уже 35, очень гордится этим. Говоря о любимых композициях творческого коллектива, не может выделить что-то одно. Ведь каждая красиво по-своему рассказывает Виктория. Это народный, и этот ансамбль имеет 35 лет. И это для меня почет, чтобы я была в таком ансамбле. День культуры в Аргееве отмечали всегда, независимо от даты. Это уже в 2012 году праздник в Молдове утвердили на национальном уровне для продвижения достижений культуры края и творческих личностей из всех областей искусства. Художественные коллективы, а их в этот вечер было больше десятка, участники различных фестивалей и не только республиканского уровня, но и международного. Как, например, танцевальный коллектив «Кадрулец». У нас традиционно в каждый год какие-то коллективы выступают за границы. В прошлом году танцевальный ансамбль «Кадрулец» был приглашен в Турцию, где очень успешно выступил на международном фестивале. Очень большое количество выступлений вообще всех коллективов. То есть, как никогда наши коллективы были просто очень востребованы на разные культурные и не только мероприятия, практически во все регионы страны. Для культурной жизни Аргеева праздник – это повод подвести итоги года. Одно из ярчайших событий 2018-го – увековечение памяти Лилии Амарфий. Примадонны Апереты, которая начинала свой творческий путь на сцене Дома культуры Аргеева. Нельзя не отметить, что День национальной культуры совпадает с днем рождения Михая Еминеску – классика румынской литературы. В этот вечер звучали и композиции, посвященные знаменитому поэту. Ежегодно местные коллективы готовят насыщенную программу. Не обошлось и без сюрприза. Впервые в концерте принял участие ансамбль «Кодру», который выступил под руководством нового хореографа Валерия Дьяченко. Он сам немало танцевал в этом коллективе. Словом, отметили праздник весело. Ярким завершением концерта стал совместный номер в исполнении всех творческих коллективов. Это были все новости этого часа. В студии была Анна Симакони. Всего хорошего и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok